Так показывает датчик уровня охлаждающей жидкости, масла справа, видите, так показывает со старой прошивкой. Ну, будем тестить сегодня новую прошивку, посмотрим, как он будет показывать. Вот, ну, в принципе, дизель, видите, у меня догревается максимум до 87, но это даже не доходит до середины. Вот, для дизеля это, наверное, нормально, там, 87, 90, выше 88 я вообще не видел. Вот, а хотя термостат новый стоит, оригинальный, должен греться, может быть, чуть-чуть больше. Когда-то у меня грелся новый термостат 91-92 градуса. Вот, ну, сейчас что есть, то есть. Посмотрим, как эта стрелка будет себя вести с новой прошивкой, тогда запишу видео. Скачал прошивку, сейчас буду обновлять, решил дашборд я пока не менять, потому что у меня дашборд с поправленным русским языком. Не хочется сейчас его коверкать, может быть, достаточно будет и прошивки обновить, чтобы появилась анимация открытых дверей на стоящей машине. Вот, сейчас открываем двери, ни хрена не происходит в настоящей машине. Так работает эта прошивка. Сейчас вставляем флешку с прошивкой в USB. Вставил флешку, начинается обновление. Все перезагрузилось. Опять пошло обновление. Ну, е-мое. Короче, нужно выключать после процесса. Прошивку обновили. Включаем, проверяем. О, заработали двери при открытии. Отлично. Что и требовалось ожидать. Как у нас ведет себя стрелка, сейчас не могу сказать. Что-то есть подозрение, что так же себя ведет. Может быть, надо файл дашборд тогда обновить. Но я не хочу коверкать русский, поэтому пока оставлю так. В принципе, стрелка меня устраивала. Я заметил, что на F25, например, стрелка показывала как бы ниже, чем у меня при таких же температурах. Поэтому, мне кажется, у меня вполне нормально. А, еще заметил разницу. После обновления прошивки, температура масла и температура охлаждающей жидкости стали разные. А то у меня были одинаковые показания. Не знаю, насколько врет или нет, но температура масла всего 35, а охлаждающей жидкости 52. Да. Ну, понаблюдаем. Вот такая версия прошивки в данный момент. Вот. Двигатель потихонечку греется. Никак не появляется стрелка температуры масла. Она от 50 градусов обычно стартовала. Вот. Но есть подозрение, что она будет так внизу. Потому что, если температура масла будет низкой, то стрелка будет совсем внизу. Но можно обновить и дэшборд. Посмотрим, что изменится. Потом всегда этот можно вернуть файл назад. Сейчас, наверное, так и сделаю. Ну что же, сейчас обновим дэшборд. Обновляется дэшборд файл. Посмотрим, как там поведет себя стрелка после обновления. О, стрелка появилась. Здесь еще 50 нет, а она уже появилась. Отлично. Получше работает. Ой, и изменили, кстати, теперь на русском языке появились названия ошибок. Неисправность левого стоп-сигнала. И похоже, русский чуть-чуть поправлен уже, чем в предыдущих версиях. Не такой уж и кривой. Сейчас проверим дальше, что у нас показывает. Пока мне очень нравится. Эко. Что за эко? Ни хрена себе. Что-то новенькое появилось какое-то эко. Наверное, для электрических машин не было этого. Но только это тот возвращение. Кнопка обратно. Так, это ладно, есть у нас и справа. Информация. Обслуживание. Что у нас тут? Сервисный пробег. Передняя тормозная система. Осмотр транспортного средства. Тормозная жидкость. Интервал. Ну, задняя тормозная система. Топливный и воздушный фильтр. Среча зажигания. Но пока как бы русский язык в порядке. Ну, конечно, шрифты могли бы сделать гады одинаковые. Но все разные. Так. Назад. Системные настройки. Что у нас тут появилось? Стиль. Ладно, были темы. Просто эко. Просто комфорт. А тут все так же. Техно. Теперь называется. Ладно. Трек. Возвращение. Основные настройки. Посмотрим, что тут. И яркость. Яркость. Так. И ночная яркость не изменилась. 20. Ну, по-моему, 10 минимум. Сейчас проверим. Все пройдем. Ну, да, 10 минимум. Ладно, ставим 10. Нравим. Так. Ага. Теперь все меняется. И цвет. Цифр тоже меняются. Вот это классно. А то раньше все было разным. По-моему. speed warning on-off. Это что за... speed warning. По скорости какое-то уведомление. Нафиг оно не нужно закрыть. Оставим. А, speed alarm еще есть. Непонятно. Зачем нам alarm про speed? А что, он больше не меняется? На 200 надо поставить как меню. Так. Дневная яркость, кстати. Ярковато будет. По-моему, 50 более чем. По крайней мере, в пасмурную погоду. Speed alarm. Оно вообще не регулируется. Эта alarm на 100 стоит. Никак не меняется. А ладно, хрен с вами. На заводские не пойдем. Версия понятна. Поездка. Оставим после заправки, как я обычно езжу. Вот этот желтый цвет, конечно, меня подбешивает. Нафига он нужен желтый? Сделали бы тоже красный, как справа. Ладно, это я придираюсь. О, осталось еще ремни проверить. Будут пищать на ходу или нет. Но пока я не слышал этого блинканья. Попробовать проехать, что ли. Сейчас проеду. Так, отлично. Ремни у меня откодированы. Не закодированы. Это индикатор ремней. Он мигает, как положено. Но уже не пикает Аларм, что ремень не пристегнут. Это офигенно. Это то, что мне не хватало. Молодцы китайцы. Наконец-то что-то сделали правильное. То, что мы давно ждали. У них то китайский Новый год. Вообще ничего делать не хочется. Ну вот, все. Ремень не пикает. Это радует. Масло и охлаждающую жидкость температуру показывают по-разному теперь. Вот. Уровень... Температура масла низкая, поэтому показывают в самом низу. Посмотрим, когда полностью нагреется. Вот. Ну, мне нравится. Хорошее обновление. Так что рекомендую к обновлению всем. Так что... ...